В селе Гайдары под Чедерлунгой на время появилась Ковровая улица. Там состоялся традиционный фестиваль домотканных гагаузских ковров и дорожек. Самым старым уже полвека. Нина Капсамун – руководительница детского фольклорного ансамбля и владелица семи выставленных на фестивале ковров. Почти все они украшены узором из роз. Символа любви и счастья. Много геометрических узоров, роз, перенятых с молдавского ковра. Самый старый – с 1934 года. Бабушка Дакитса рассказывала, как ткала его с дочками и внучками. У них ушло на это 4 месяца. Пока кто-то разглядывал узоры, кто-то постигал мастерство вязания ковров крючком. А это я сама. Мастер-класс народное творчество. Сейчас стильно, модно, ручная работа. Нравится мне. Раньше ткали ковры, сейчас у нас как бы не ткут. А сейчас вот я этим занимаюсь. Жила я 5 лет в Крамов-Ялте. Там я продавала. Брали на сиденье, на машину детям в школу. На стульчики. Дизайнеры у меня покупали очень много. Мы делаем коврик, на котором сидят. Мне объяснили. Сложно? Не очень. Там же можно было купить изделия ремесленников и от души натанцеваться под музыку гагаузских артистов. За наше село мы рады. И люди гостеприимные, трудолюбивые. Ковры прекрасные. Золотые руки у наших гагаузов. Мне очень понравилось это мероприятие. Очень интересно. Первый раз меня так похвалили приезжать. И вот я приехала. Ковры и все. Он проходит в нашем селе. И это основная наша изюминка. Потому что ковроткачество – это самая основная деятельность, которую продвигает село Гайдар. Это был основной источник заработка, при помощи которого люди выживали, люди строили дома, люди готовили приданные своим дочерям, выдавали их замуж. И поэтому мы решили, что наши давние традиции не должны быть забыты. Фестиваль гагаузского ковра прошел в Гайдарах уже в восьмой раз.